Дорогие друзья, здравствуйте! Я пришла к такому выводу, что вообще песня находит исполнителя сама. И у песни есть некая тоже самая... Это живая душа, это живая энергия, и она тоже в поиске, мне кажется, исполнителя. И вот когда меня нашла эта песня, я была не очень готова к исполнению этой песни. Я думала, боже мой, я буду петь такую песню, а смогу ли я? И вот этот вопрос на протяжении многих лет, 30 лет я на сцене, 26, как Саина, и этой песне тоже 26 лет. Ну и очень даже здорово. Эта песня продолжает жить, у неё своя жизнь. Она лауреатом стала ещё тогда на конкурсе молодых исполнителей Якутск-97. Именно в клубе Гагарина, в том старом клубе, когда председателем жюри была Галина Кривошапка, наш легендарный Виталий Андросов, вот такие мэтры судили, и я стала лауреатом первой степени. И впервые вышла на большую сцену, и потом сразу же гала-концерт был в театре уперебалета. Далее в 97-м году я выступала ещё на премии республиканской «Золотой олень». Я стала лучшей певицей года, песня стала лучшей певицей года про город. В общем, все грэмми нашего уровня, так скажем, якутского, я тогда набрала. С этой песней. Да, и я была очень удивлена тому, что как всё быстро изменилось. Жизнь на «до» и «после». И самое интересное, я рассказываю своим ученикам, сейчас я преподаю вокал, да, я рассказываю, что вообще-то, говорю, я не знала, как петь на маленькой сцене. Я сразу вышла на площади, театр, стадион, то есть площадь Ленина, там меня поднимали на кране тогда, в то время сотовых не было. И люди зажигалки, вот я сверху смотрела, там огоньки, ну красиво было. Просто было очень страшно. Вот за что мне такое восхождение было помпезное. Столько воспоминаний, и наверняка они все будут тоже в Центре культуры современного искусства Гагарина, 31 марта, когда пройдёт ваш юбилейный концерт, 25 лет творчества. Это же такая большая дата, и не верится, глядя на вас, вы прекрасно выглядите, совершенно искренне вам это говорю. И возможно это потому, что вы кроме вокала ещё занимаетесь и дыхательными гимнастиками, и тоже преподаете тренинги. Кроме этих тренингов вы ещё привозите в наш город мотиваторов, которые тоже как-то помогают развиваться, как-то осознавать, осознанности учат и так далее. Когда вы всё это успеваете, и на каких сегодня, вот таких слонах, да, стоит вот ваша жизнь, ваша судьба? Потому что песня «Здравствуй, Якутск!», она же ещё оказалась и пророческой. «Здравствуй, Якутск! Как ты живёшь?» Вы уезжали из Якутска и вернулись с этими вопросами «Как ты живёшь, Якутск?» без Саины. Когда я записывала эту песню, 96-й конец был, это декабрь, мы записывали конкурсу, и я тогда на тот момент, ну, была только в Москве, и то там в детстве, никуда я тогда не уезжала. Я особо не представляла, каково это там возвращаться, да. Но она была пророческой, и действительно, эта песня, она сейчас, когда мы, вот, я устраивала онлайн-конкурс, давайте споём оригинальную версию «Кто во что гораст». К моему удивлению и других тоже творчество здесь вообще было такое безграничное, и 20 было номеров, мне присылали участники. У нас теперь на якутском поют двое певиц, теперь на французском есть версия, на китайском. Клуб «Тай Цзэ Сюань», куда я ходила, Светлана Кобякова, они прямо клип даже записали, и весь клуб он танцевал на якутском языке, на китайском языке, который сочиняла Мира Максимова, живущая в Китае. Я узнала вот буквально недавно, что вы сами поёте на 30 языках. Я просто уже подвисла вот на этом предложении, и дальше я уже не могла осознавать, что я читаю, потому что для меня это, ну, просто абсолютно высокий уровень. Как такое может быть 30 языков? Ну, очень любознательным ребёнком я выросла, росла, так же, как мой внук, кстати, ему сейчас 8 лет, очень любознательный. Тоже вы и бабушка как-то совсем не монтируется, правда. Я счастливая бабушка, мама, дочь моей родителей здесь в Якутске, я очень счастлива, и мама, папа. Это счастье, когда родители наши живы, правда, мы можем ещё быть детьми, да, ещё можем пойти спросить совет. Я, главное, дочь, мама, бабушка в одном лице, вот. Вот, поэтому я считаю, что это великое счастье. И, конечно же, когда ты занимаешься делом по душе, у тебя такая энергия появляется, что действительно, как говорят мотиваторы, психологи, 80% энергии человек получает именно от любимого дела. И, несомненно, со мной это и происходит сейчас, когда я стала передавать знания, когда я стала уже опытным мастером в этом поприще. Потому что, когда мне в лицо говорили, ты не умеешь петь, у тебя плохо получается, я очень благодарю этих учителей, потому что, если бы они мне не сказали так, я бы не пошла учиться, я бы не пошла там искать, экспериментировать, и у меня не было бы столько вопросов. Я была бы довольна жизнью, я молодец, я хорошо пою. Зачем развиваться, если у меня всё хорошо? Поэтому специально, видать, меня подвели, так скажем, мои предки, к такому пути, что всегда посылают вот таких учителей, которые тебе говорят, ты не такая, ну, в общем, всё такое. — На сегодня вы уже такая, вы довольны собой. — Я вот только сейчас, так скажем, свои 51 нашла себе. И юбилей я уже справила, и мне сейчас говорят, разве ты что, уже справила, говорят? Да, и давно, я говорю, ну вот, уже второй год как. — Вы правда не верится, прекрасно выглядите. — Полвека. — Да, ещё держите себя в форме хорошей. Я вот особо ваших песен не знаю, потому что многие на якутском языке, но я точно знаю, когда я вас вижу по телевидению, когда вы представляете нашу республику, наш город, я всегда ощущаю гордость. Вот как вы играете на хамусе, как вы поёте, мне это очень нравится. Вот, поэтому спасибо вам большое за ваше творчество. И наверняка 31 марта вы ждёте ваших поклонников. Кто ваш зритель? Кто вы хотите, чтобы пришёл на этот концерт? И, кстати, сегодня для наших слушателей, да, и зрителей я хочу сказать, что у нас есть билет на концерт Саины. Один билет, который вы можете выиграть в течение сегодняшней передачи, задать вопрос, вернее, ответить на вопрос, который задаст Саина. Или же мы можем, например, такую сделать историю, что кто-то задаст интересный вам вопрос. Давайте так. Давайте тогда, слушатели и зрители, вы тогда можете позвонить вот прямо сейчас по телефону 32 00 66 32 11 66 и задать интересный вопрос Саине о её творчестве, о её деятельности, да, и тот вопрос, который Саина выберет как самый интересный, мы в конце подведём итог, и уже тогда вам она перезвонит и передаст билет, или вы нам перезвоните, и мы вам передадим. Так хорошо будет, да? Отлично, да. Тогда продолжим про 31 марта. Сегодня, конечно же, основная цель нашего эфира – это вспомнить какие-то интересные вехи вашего творчества, да, и привлечь внимание всё-таки тех поклонников ваших, которые могут вас вживую услышать, увидеть 31 марта, чтобы все пришли, и вы порадуете своим творчеством всех нас, горожан. В этот раз, ну, в общем, как и всегда, я сценарий сама пишу, программу составляю сама, как я чувствую. И на сегодня 20 номеров уже есть, но это очень глубокие номера, так скажем, программа составлена по отделениям, и первое, что ожидает моих поклонников, даже есть фанаты, это ностальгия. Мы вспомним, с чего начиналось, тик-ти-ка-чок-чок в новой обработке. Очень молодой аранжировщик, мне сейчас музыкант помогает, Герасим Григорьев. И вообще мне нравится работать с новыми людьми. Процесс творческий такой начался, что я действительно отвыкла от этого всего, но сейчас я прямо как будто вот второй, там, десятый вдох, вдохновение получаю. Далее у меня будет всегда, ну, театрализация будет, экран мы будем использовать, то есть моя история, то есть мои зрители увидят мой путь становления от той маленькой девочки, которая будет всегда появляться, так скажем, да, на сцене, и как она там красуется у зеркала, как она под северным сиянием, то есть какой она сон видела, да. Это будет театрализовано. Да, и театрализовано будет, и экран будет задействован. То есть мы сейчас очень плодотворно работаем с режиссером. Мой режиссер молодой, наш постановщик, хореограф Милан Егоров, он родом из Оленёковского. Мы с ним работали с проектом «Аявно», когда я была руководителем вокально-хореографического ансамбля коренных народов Севера. То есть у нас опыт есть, и мы решили вот сейчас родить такой, создать проект. Вот, и следующее обделение, она посвящается мировой звезде. То есть эта девочка мечтала быть мировой звездой, может быть, и мы будем, то есть я буду показывать звёзд. То есть вы услышите и Мире Матсея, и Селин Дион, и Майкла Джексона, и Дива, пятый элемент, Ария. Самую сложную вещь из десяти песен мирового уровня, это в моём исполнении. Я покажу мастерство, с чего начиналось, танцы для ног мы называли, да? Чик-така-чок-чок. И до чего я дошла. Каким образом я расширила свой диапазон, каким образом моя жизнь стала безграничной, благодаря тому, что я открыла свой код души, это голос, нашу чакру, да? Почему это важно? Почему я... И вот с мировой звездой мы потом плавно перейдём на год наставника, потому что всё-таки год наставника, и труда — это, оказывается, мой год. Потому что я наставник, я ученица, и я очень люблю, обожаю преподавать и находить новых звёзд. И из тех людей, кому сказали, «Нет, ты не можешь». Вот. Мне очень нравится, когда человек говорит, «Я боюсь». И ко мне приедут из восьми улусов мои ученики, выпускники нового проекта, который я тоже создала осенью прошлого года, называется «Новый вдох Сангатын». И в нём участвуют, приняли участие около ста человек. Я за 3-4-5 дней вывожу людей на сцену с сольным номером. И, то есть, я стала мотиватором, сама провожу там тренинги. С утра с семи до восьми я провожу бесплатно зарядки, йога, цигун, дыхание, приют, детский приют, там, детские сады, школы тоже дают дыхательные эти гимнастики, практики. Это онлайн или вы? Это всё вживую. Учная. Это было с октября месяца, вот «Декада матери» началась, и 8 проектов я уже съездила. Вот наши зрители видят, как вы проводите тренинги, наши зрители и слушатели пока только слышат, сколько людей, как активно все включаются. И мне очень нравится вот ваша мысль, которую я читала в вашем интервью. Вы говорите, что звучать может абсолютно любой человек, вот открыть эту свою чакру. И то, как люди себя чувствуют на ваших тренингах, это подтверждает. У всех получается? Да. Что за секрет такой? Наверное, я прошла тот путь, который, так скажем, длиной почти в 30 лет на сцене. Дело в том, что если бы меня так кто-то мотивировал, я бы, наверное, большего добилась. А так я годы на это, так скажем, годы училась петь. Но я очень благодарна тому, что у меня появился педагог по вокалу в Москве, я ездила к ней 3 года. И в силу каждого человека, у всех своя причина. Кто-то зажат сильно, кто-то средний, кто-то очень открытый, но не нашёл улетевший, наоборот, приземлить надо, кого-то надо раскрыть. То есть здесь идёт такая психологическая реабилитационная работа, которая, оказывается, мне очень нравится. Поэтому в этот проект вошли ещё люди, которые состоят на учёте от зависимости, в основном алкогольной. Я работаю с социальным отделом, и образование, культура. То есть мы работаем в команде. Это у вас центр какой-то здесь, в Якутске? Это я сама приезжаю. Это вы сами сюда приезжаете? Потому что я видела ваше видео, когда вы проводите в Москве. Вы на какое-то время уезжали из Якутска. Почему я сказала, что песня «Здравствуй, Якутск!» она такая пророческая, потому что вы уезжали, жили какое-то время не здесь, и там преподавали, и работали. Ну, вообще, один такой рецепт, да? Я всегда говорю, если вы раскрываете свой голос, вообще вот в ширину, низкие тона, да, интонацию, там, громкость, динамика разная, если вы полностью используете свой голос по его природе, как он может звучать, и тут же жизнь тоже начинает расширяться. И, честно, вот у меня ученики есть в разных странах, в городах России, у меня онлайн-школа, у меня вообще абсолютно нет никаких границ. Я вживую преподавала и в Америке, и в Канаде, и в Казани, и в Москве, в Питере, Хабаровск, Алтай, Сочи, Краснодар, Хандега, да, и Амга, 200 человек населения. Абсолютно не важно, где я преподаю, важно то, что люди везде одинаковые. То есть мы отличаемся ненамного. Люди похожи, мы все похожи, только отличаемся на 20% друг от друга. Вот и всё. Вы сказали, вы ни к чему не привязаны, и сейчас вы даже не привязаны к какому-то месту жительства в плане дома, в плане вот такого очага. То есть ваш дом может быть абсолютно в любой точке земного шара. Это же очень круто. Это такое достаточно смелое решение. Это тоже вот посредством того, что вы открыли чакру, и ваш голос так теперь звучит по-другому. Ну, я поняла, после каждого курса, когда я провожу уроки вокала, я проверяю свой уровень, что я сейчас могу. И вот поняла, что с каждым разом у меня тоже свои есть мечты. И вот «Дива плав лагуна Ария», я её, кстати, спела на одном проекте, здесь пародий. Я себе бросила вызов и сказала, если не сейчас, то никогда. И я знаю, что это у меня тоже такая цель была. Я к ней шла 7 лет. И есть у меня, у Саины есть домашняя папка песен в компьютере, где я могу, допустим, петь, оторваться, так скажем, и классику, и джаз, и всё на свете. То есть я как многогранность свою исследую сама, и мне это интересно самой, как я звучу, как я могу и так далее. И вот эта программа, она построена именно на том опыте, который вот пришёл за все эти годы. Приедет мой наставник из Казахстана, Жанар Джусупов, и Дмитрий Лапшунов, тоже мой учитель, приехал бы, но он на расхват. Он там в Бали, Индии. У меня очень мощные мастера, учителя, и очень рада, что ко мне приезжает по моему приглашению. В прошлый раз приезжал канадский наставник, Джордж Коллер. Это лучший бас Канады, который меня продюсирует и помогает всячески. Кстати, он готовит номер уникальный. Он сейчас учит канадских детей петь на айвенском, исчезающем языке, колыбельную. И это видео мы ждём прямо вот. Мне ночами там репетиции идут с Канадой, днём здесь, в якутской репетиции. И произношение, вот это всё у нас работа мощная идёт. Это была моя мечта, чтобы за границей пели на наших языках, знали. И это исполняется потихонечку. Это же один из тех 30 языков, на которых вы сами поёте. Вот такое наследие республики Саха несёте в мир. И, кстати, во время пандемии Николая Курилова мы встретили сейчас, нашего уважаемого аксакала, аксакала юкагирского народа, писатель, художник, это чита интеллигенции юкагирского народа. И во время пандемии, когда он мне предложил спеть «Аву-Марию» на юкагирском, я просто рыдала от счастья, потому что я ему говорю, «Господи, как я счастлива, что вы мне позволили, разрешили, дали возможность, благословили, потому что я всегда мечтала, чтобы сами носители языков благословили и дали возможность прозвучать народу». Но я не могу сказать, что только через меня вообще. Поэтому эта песня прозвучала в 20-м году, 9 августа, на День коренных. И впервые эта песня будет исполнена на сцене с детьми вокальной студии Неустроевых. А, Татьяна Неустроев, а дочь Светланы Егорова, тоже мастеров моих учителей. И будет вокальная студия «Голос. Дети». Они выйдут и споют со мной на юкагирском языке. Это великолепное. Это будет 31 марта в Центре культуры современного искусства имени Гагарина. И мы всех слушателей и зрителей приглашаем на этот концерт, юбилейный концерт «Саины». И, конечно же, будет отлично, если будет полный зал, будет аншлаг, да, и наверняка так и будет. И во втором блоке, сейчас мы прервемся на короткую рекламу, мы поговорим о том, как идет работа к этому концерту. И, возможно, какая-то помощь еще нужна, а кто-то сейчас, который нас смотрит, хочет подключиться. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не переключайтесь. 31 марта, 19.00. Центр культуры и современного искусства имени Гагарина. Юбилейный гала-концерт. Заслуженный артист Республики Саха-Якутия Саина. Режиссер-постановщик Милан Егоров. Принимают участие Жанат Джусупов, Татьяна Ющенко, Народный хор, ансамбли «Санатын», «Голос», «Аявна», «Сандал», «Аюлна», «Аяврина». Билеты «Сахаконцерт.ру» Кинотеатр «Центральный дом дружбы народов» имени Кулаковского. Справки по телефону плюс семь девятьсот девяносто девять восемьсот семнадцать ноль один. Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня в нашей студии заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Саина. И я еще раз оговорюсь, народная артистка, потому что народ вас знает и любит. И, конечно же, я думаю, что все с нетерпением ждут вашего концерта, который пройдет 31 марта в культурном центре современного искусства имени Гагарина. Это порт. Кто-то может прилететь сразу в самолет, и очень удобно и быстро. И сейчас мы будем во втором блоке говорить о том, как идет работа в преддверии концерта. Может быть, нужна какая-то помощь, может быть, нужны спонсоры, почему бы об этом не сказать. Может быть, кого-то вы хотите поблагодарить, кого-то пригласить лично. Для наших слушателей и зрителей сегодня есть уникальная возможность выиграть билет на концерт Саины 31 марта. Для этого вы можете позвонить по телефону 32 00 66 32 11 66 и задать свой вопрос Саине, получить ответ, а ваш вопрос, возможно, станет лучшим, а может быть, он будет единственным. Я не знаю, потому что пока нам никто не звонит, и вдруг кто-то один позвонит, и вопрос сразу понравится. И вы заберете свой билет. Поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, этим шансом. Саина, я попрошу вас рассказать о том, какие интересные моменты ждут зрители вашего концерта, ради чего им стоит прийти на этот концерт. Единственной задачей этого концерта является каждый, кто сюда придет на этот концерт, он отдохнет душой и телом и, конечно же, поднимет свой дух, которого сейчас очень не хватает, потому что песни будут очень сильные, энергетически сильные, наполненные. Даже услышав эти песни, у человека начинают повышаться что? Вибрации. Наша задача в этом мире с этой душой, с этим телом ладить и поднимать свой дух. Человек не в духе, у него вибрации падают вниз. То есть вся программа, она, значит, нацелена на то, чтобы мы будем повышать с вами наши вибрации. И, так скажем, когда человек выходит, когда ему все понравилось, он выходит высоконравственным человеком, просветленным, можно сказать, потому что эти песни, они и воспитывают в нас, ну, и вкус, это, ну, это мой вкус, увидите, что мне нравится, да. Естественно, когда мы споем с детьми Аву-Марию, это уже совсем другой характер. То есть Аву-Марию все знаете Шуберта. Вот в таком исполнении на Юкагирском это будет нонсенс, конечно. Да, эксклюзивно. Простите, что вас перебиваю, у нас есть желающий получить билет. Есть вопрос. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Меня зовут Надежда, я хотела спросить. Спрашивайте. Как вы пришли к пониманию того, что песня находит человека сама? Спасибо за вопрос, Надежда. Свои координаты, пожалуйста, сразу режиссеру оставляйте. Оставил, оставили вы уже, режиссер кивает. Вот такой вопрос. Опыт, опыт, и, конечно, свой личный опыт. Я вижу, что какая... Вообще, у меня есть сейчас, наверное, дар какой-то, да, я могу сразу сказать человеку, какая песня его поднимет. Потому что... В смысле, не ваша, а вообще? Чтобы он слушал её? Чтобы он исполнил её. Чтобы он исполнил её от всего голоса. То есть иметь сюда всем своим потенциалом. Твой голос, это ты, какая ты личная сеть, такой... А если ты не знаешь свой голос, значит, ты не знаешь себя. Ну, много там всего. Наверняка, именно это вы сказали Жанату Жасупову, потому что, оказывается, он теперь поют и не может остановиться. Я во время рекламы об этом узнала, и я прямо даже не могу в это поверить. Он написал уже огромное количество песен. 86 песен. И одну из них он исполнит на вашем концерте. Да. А якутский мой учитель, наставник, который перезагрузил многих в Якутии, и не только, кстати, да, у него... Он входит в... Вообще в такую... Значит, его знают многие, и он на уровне таких вот мощных спикеров, трансформаторов, так скажем. И я горжусь, что он снова будет в Якутске, проведёт свою перезагрузку, и, конечно же, споёт на моём концерте как гость, про Якутию. Который сам песню сочинил. Да, он сочиняет песни, но и слова песни сочинает. Он песни... Песенник. То есть он слова сочиняет, музыку находит, но вообще там столько много песен уже, и целый тренинг прямо у него, вот, песня терапия будет. И, конечно же, вот 24-го песня терапия, это знакомство будет с моим учителем, как творческая встреча. Вот. И люди свои ответы на вопросы получают через его песни. Такие глубокие песни. Но он, получается, от вас вот этот навык взял, да, вот эту смелость какую-то решился на это, и вы как будто бы обменялись друг с другом. Вы взяли что-то, и вот с его мотивацией вы теперь проводите... Я сама тренинги провожу. На тренинги, на перезагрузку тоже, да, на силу рода. Ну, и вообще я провожу медитации прощения на якутском языке, теперь в Улусах, и получаю большое-большое наслаждение, и потому что, ну, мои учителя не смогут туда поехать, а людям помогать надо. И когда он сказал, если вы поможете хотя бы одному человеку, я буду счастлив, вот такие у меня учителя. Так интересно, тогда, может быть, вот этот вот такой этап, да, 25 лет вашей творческой деятельности, может быть, это какая-то глава большой книги, и следующая глава, это будет уже не только, или совсем не певица Саина, а мотиватор? Жанна Джасупов ждёт эту книгу уже несколько лет, и я пишу её тоже несколько лет, но, видать, я жду, наверное, этого концерта, как, не то, что итог. Я ждала, я думала писать о своей карьере, как я стала певицей, как я съездила 20 стран, какая я молодец, там, и так далее. Сейчас немножко другой ракурс. Когда я работаю с людьми, которых там, трудной жизненной ситуации в жизни, и какая песня его спасёт. То есть ко мне приходят люди, которые вот прямо, даже после потери близких людей, например, ко мне конкретно обращаются, вытащи меня. А после этого, как я могу не вытаскивать? Научи петь. меня спасало всю жизнь. Какие бы ни было ситуации в жизни, да, разные бывают. Конечно, где я спасалась? В студии. Где я спасалась? На концертах. Потому что дыхание, пение — это одно и то же. Пение — это дыхание, которое буквально нам очищает наш организм. Это практика. Оно ещё со звуковой терапией, если так. Насколько вот само тело наше вот созвучно голосу, если можно так сказать? Если, допустим, голос раскрыт, тело раскрывается тоже, или оно может не успеть за голос? Знаете, у меня есть такие... То есть, в Москве есть ученики. Когда я там живу в Москве, то есть, у меня там съёмки, вот ну-ка все вместе. Я в жюри уже пять лет сижу, да. Конечно же, я просто не трачу время на съёмки, а ещё обучаю людей. У меня есть ученики, например, совершенно разных статусов. И миллионеры есть, и один миллиардер есть. И, конечно же, я вижу, что какого бы ранга звания ни был человек, абсолютно ему нужен голос. Голос для общения, коммуникации, голос для того, чтобы он раскрыл себя быстрее, нежели чем... То есть, голос, вот даже вот Жанат Жасупов, он поёт, да, и уже тренинг новый появился. Представляете, через песни. Такого вообще нет. На расширение пошёл. Вообще нет. И он единственный в своём роде. Это... Я даже так не могу писать песни, говорю, да. Вот. Просто почему спросила про голос? Потому что есть певцы, которые поют в статике, да, вот они просто статично стоят на сцене, исполняют. Да. А есть, которые очень активно передвигаются по сцене. Мотиваторы, кстати, тоже такие есть. Кто-то просто как-то зафиксирует себя, а кто-то вот ходит и как-то... Да, в силу характера песни. В силу характера песни, в силу того, какая песня, да. Если это народная, надо открываться. На роду написанная, родом переданная песня. Это душа открытая. Вот так, только вот так открыто можно петь народную песню. Ну, и так далее. То есть, когда надо двигаться, вот я была на мастер-классе учителя Бьонса. У него в Москве, в Академии Игоря Крутого, он учит тоже двигать телом. То есть, всё равно тело нам дано для того, чтобы мы его применили, так скажем, в дело, и тело у нас тоже поёт. И я всегда говорю, пой всем телом, пой всем телом, тогда будет быстрее результат. Да, я видела ваше видео, где вы учите петь какие-то звуки, и при этом люди танцуют, и у них и руки двигаются и ноги, и как-то вот весь корпус тоже. То есть, как будто бы вот на ваших тренингах это вот всё вместе. Одним словом, мы становимся детьми, потому что ребёнок абсолютно всё делает. Безукоризненно. Он и двигается, он и когда хочет запоёт, он когда захочет, закричит, но у него тело, всё у него в гармонии. И когда мы возвращаемся в это состояние детства, у нас раскрытие быстрее идёт. Вы говорили, что на концерте зрители увидят вот ваш путь, когда вы были сами ребёнком, маленькой вот этой вот девочкой. Что бы сейчас вы ей сказали? Всё ли она получила от вас, та маленькая Катя, которая стала Саиной? У меня ещё есть как бы, ну, я общаюсь с людьми, которые очень много, ну, не то, что много знают, а примерно мы на одном уровне разговариваем. Я вопрос задаю, они, да, говорят, всё верно, верный путь уже, уже ты близка к тому, что твоя душа наконец-то реализуется. Потому что я это чувствую. Потому что счастливая душа, она со своей частью довольна, довольна собой. Вот, поэтому, по-моему, я сейчас тоже, вот сейчас начинаю только-только понимать, осознавать, что это такое, быть самой собой и быть счастливой от того, что я есть у себя. Но ещё ловить кайф и от того, что ты передаёшь людям, и ты видишь в других людях вот этот азарт, огонь, и, ну, вообще, это здорово, конечно, когда ты, то есть, мне нравится вот так передавать, потому что я очень много накопила этих знаний. Если я буду держать это в себе, это, ну, не тот путь. Вот. А когда в этой программе ещё, я забыла сказать, что вот канадский хор споёт, да, ну, дети, то есть на ивенском языке, колыбельную Максима Дудкина. Это мой учитель. И, кстати, тема наставничества в этой программе, она постоянная. Я буду благодарить, петь Надежду Дакаловой, Анна Муреева, это ивенкийские авторы, да, их нету с нами, но я знаю, что они меня тогда ещё благословили, и песня их зазвучит тоже, новые обработки. Танцевальные коллективы Аявна, Юлна, Аяврина, Сандал будут принимать, украшать нашу программу. Это и дети, и взрослые. И, конечно же, они сами изъявили желание. Кстати, очередь была из коллективов, возьмите нас, а возьмите нас. И говорю, если бы Гагарина был резиновый, я бы всех взяла, говорю. Вот. Но ещё там будет пара. Такой номер прекрасный. Когда я спела Мэрэ Матьем, бы растыгин, но тук бэгэ бэн, бы растыгин. То есть на якутском языке они будут танцевать. Это три поколения будет. Это маленькие дети, маленькие танцы, молодёжь. Вот у нас как раз показывают. И вот наша чета, это уважаемый Федот Павлович Максимов, его великолепная надежда. Ему 78, ей 82. Не скажешь. И я хочу показать, как они все грациозны, три поколения вместе. Это моя гордость. Это просто такая классная, я считаю, идея. Вы прямо так вот всё как-то, то, что вот род, да, свой род нужно чтить, вот эта преемственность поколений. И как раз сейчас очень созвучно с годом наставничества. У нас не так много остаётся времени до конца эфира, поэтому, я думаю, может быть, сейчас, да, вы скажете о том, кому вы благодарны, кто вас поддерживает в этот момент, и о том, чью помощь и поддержку вы ждёте, потому что не так много времени до начала этого концерта, остаётся, в общем-то, считанные дни. Ну, на сегодня, конечно, я очень благодарна нашему мэру Евгению Николаевичу Григорьеву за то, что он позволил мне вернуться в этот культурный центр Гагарина, откуда я начинала, я туда возвращаюсь через 26 лет, начинала карьеру, можно сказать, галоконцертом заканчиваем, потому что никто не знает, что дальше будет, и единственный концерт, единственный, только один будет, и поэтому я, конечно же, позвала и народный хор свой, это люди, которые вообще никогда на сцену не выходили, мы репетируем сейчас три композиции, и, конечно же, я очень благодарна моим авторам, кто перевел, это Кюлюмюра Валентина Комиссарова, мы будем впервые с хором петь 10-й батальон на якутском языке, с хором, и последний блок вот наставничества, да, будет, то есть мой учитель выйдет, споет, как это Максим Кирович Амосов там строил жизнь Казахстане, Киргизии, да, а жена нашим людям помогает, и вот уважение, да, потом моя ученица Татьяна Ющенко, она споет на якутском со мной дуэтом, а мы с ней, я ее учила перед проектом Энсулус Кун здесь на НБК Саха, мы пели тундру, и вот впервые споем на сцене с ней, потом, значит, мои вот выпускники Санатын приедут, ансамбль из восьми наслегов поселков нашей республики, Татинский Улус, Чуропчинский, Кобяйский, Тампонский, Усалданский, мы сейчас заочно тоже сидим, учим гимн песни моего однокурсника Руслан Кривошапкин, спасибо большое, и еще хор споет якутяночку мою, Здравствуйте, якутск, финал, но, представляете, три композиции хор никогда не пел, никогда, только и очень благодарна всем моей команде, сейчас у нас волонтеры собираются, очень нужна помощь в распространении билетов, гардероб, свет, даже, кто хочет пушку держать, пожалуйста, можете. Вот, слушатели, зрители, кто хочет помочь, вы можете прямо выйти на Саину, где на вас можно выйти, в соцсетях, только не будем называть, если это запрещенная соцсеть конкретно. Но вы можете позвонить телефон вот прямого эфира, да, и вы можете передать мой телефон на секунду. Да, или можете позвонить по телефону прямого эфира и свой телефон оставить, да, и с указанием, какую помощь вы можете, может быть, кто-то захочет в гардеробе, это всего лишь. Вот, может быть, кто-то еще как-то с техникой может помочь. Этот концерт, он более как бы своими силами все делается, потому что, ну, вот так у нас. И на этом концерте, конечно же, все зрители увидят счастливую Саину, которая довольна сегодня собой, и просто смотреть на счастливого человека, это уже приятно, а еще и слушать песни, еще и под которые можно исцелиться, песни, потому что вы сказали, что вы... И наполнится энергией, вот это главное. У меня зрители всегда, знаете, что в любом улусе, где мне всегда говорили, ой, они не встанут, ой, они не будут танцевать. У меня зрители всегда танцуют. А еще и потанцевать можно будет. Конечно, на месте, конечно же, на месте. Но вообще, это вот свобода души, тела, духа, и, ну, это праздник души, так скажем. И я отвечаю за качество, за уровень, и за то, что хотела, чтобы якутская эстрада, ну, не то, что воспитывала своего зрителя, а несла, несла высокие, как-то вот, высокие вибрации, что ли, да. И здесь я тоже, вот, не только как мастер, педагог, я одна, вообще мне неинтересно, поэтому я позвала своих учеников, учителей, и, в общем, а еще авторов я пригласила песен. В общем, будет мощное звучание на этом концерте, поэтому, дорогие слушатели и зрители, приходите 31 марта в 19 часов в Центр культуры и современного искусства имени Гагарина на юбилейный концерт Саины, а Надежда у нас выиграла билет, потому что она у нас единственная была, кто позвонил и задал вопрос, поэтому спасибо, и спасибо, что вы пришли сегодня, у нас еще короткий сейчас ролик, и пусть все получится. 31 марта 19.00 Центр культуры и современного искусства имени Гагарина юбилейный гала-концерт заслуженный артист республики Саха-Якутия Саина режиссер-постановщик Милан Егоров принимают участие Жанна Джусупов Татьяна Ющенко народный хор ансамбли Санаты голос Аявна Сандал Аюлна Аяврина билеты сахаконцерт.ру кинотеатр Централь